Всем привет! Добро пожаловать на канал ProgBlogTV и в Сиэтл, а точнее, как называется это место? Редмонд. Редмонд. Здесь находится главный офис Microsoft. Мы сейчас как раз-таки им окружены. А рядом со мной девушка с прекрасным именем Ландыш. Всем привет! Мы неспроста в Microsoft и ты здесь работаешь. Но давай какую-то предысторию. Какое у тебя образование? Образование я получила в городе Казань, в России, в Казанском государственном университете. Ныне он Казанский федеральный университет. Факультет вычислительной математики и кибернетики. Такая актуальная. Специализация в математическом моделировании и параллельном программировании. Как ты можешь оценить свое образование с точки зрения применимости его сейчас в работе и с точки зрения применимости его непосредственно в американской компании? Я думаю, что большинство университетов дают более фундаментальное знание, что в принципе очень хорошо, потому что я считаю, что практике уже нужно учиться по мере выхода на работу. И самое главное, особенно когда, например, проходишь интервью на проекты, очень много задают вопросов по алгоритмам, структурам данных. А этого как раз таки в университете очень много. Ты каким образом выбирала себе язык программирования для изучения? Это происходило еще в университете? Был ли у тебя выбор? В университете особого выбора не было. Мы изучали C++. Я не уверена, что сейчас в университете изучают, но считаю, что C++ это must-have для изучения в университете. В основном в университете мы изучали C++, C-Sharp изучали, базы данных, ну и все всякие математические уравнения и прочие предметы. А для себя язык программирования я выбирала... Не, я не выбирала. Обычно получалось так, что есть проект, на нем такой-то стек технологии используется, и с него я и изучала. Сразу после университета я пришла работать в Аквалон. Такая история получилась, что на пятом курсе я искала на Headhunter, кажется, работу. И я увидела Аквалон среди работодателей, но я подумала, что я пока не буду туда поддаваться, но в итоге они потом сами мне написали, сказали, не хочу ли я попробоваться. Вот я прошла интервью, и вот я уже почти 4 года в Аквалоне. Ты увидела компанию Аквалон, но ты ее как-то проигнорировала сначала. Что тебе не понравилось? Не то чтобы не понравилось, я увидела, что у них на Headhunter было написано, что они отправляют командировки в США, могут есть возможность релокации в США. На тот момент я не задумывалась об этой возможности, я подумала, что компания занимается чисто релокацией и прочим. И я как-то не обратила на это внимания. Но когда они мне сами написали, они сказали, что они работают с Microsoft, у них очень много проектов на Microsoft, и что есть возможность как работы здесь в Казани, ну, в России в Казани, так и релокации в США. Тебе позвонил рекрутер или HR из компании Аквалон. Как проходили ваши собеседования? Во-первых, спрашивали они о том языке, который ты знаешь, и как вообще, на чем основывалось собеседование технически в основном? Само собеседование в Аквалон или уже конкретно на проекты в Аквалон? Ну, в Аквалон, давай начнем с Аквалона по порядку. В Аквалон я пришла на он-сайт интервью, и просто были несколько задач, логических задач на написание кода, задачи на написание кода. Мне просто сказали, что я могу выбрать сама язык программирования, я сказала, что я выбираю C++, и я написала код на C++. Такого конкретного требования, например, знания, там, C-шарпа, питона или еще чего-то, такого не было. Собственно, вот. А когда уже на проекты интервью проходишь, то перед этим, естественно, смотришь стек технологий, который нужен, который числится, как, например, must-have стек технологии и good-to-know стек технологии, и смотришь, готовишься именно в зависимости от этого. Ты проработала в компании Аквалон 4 года, как ты сказала, но при этом живешь ты в США где-то около полутора лет. Расскажи о тех проектах, которые были до того, как тебя сюда перевезли, чем ты занимался. Ты тоже были проекты Microsoft? Да, да. В основном у меня были проекты Microsoft. В основном они длились около полугода и год. Между этими проектами были мелкие проекты. Ну, как мелкие. В основном это были просто, допустим, между проектами у меня какой-то тайм, который я ничем не занимаюсь, и я просто помогаю на других проектах. До того, как я переехала уже сюда, я работала в Dynamics, Dynamics 365 от Microsoft. И, собственно, на один из этих проектов я и переехала в итоге сюда. А это было твое решение переехать сюда? Ну, понятно, что это было все-таки твое решение, но оно было от тобой инициировано? Ты сказала в какой-то момент, что, ну, вот я хочу попробовать себя непосредственно жить в Америке. Или это была какая-то, ну, инициатива со стороны компании? Наверное, через год, после того, как я начала работать в Аквалоне, я спросила про эту возможность за релокацию в США. Они сказали, что да, такая возможность есть, и они могут мне запроцессить H1B, который я, собственно, и выиграла. Так что, да, это была моя инициатива, но в то же время Аквалон помогает людям, которые хотят переехать сюда в процессе визы, будь то H1B или L1. Как ты можешь оценить вот интересность тех проектов, на которых ты работала? Я объясню, почему я задаю такой вопрос. Потому что существует ряд компаний, которые называются так, бодишопперы, да? И я так понимаю, что Аквалон, ну, это компании, которые занимаются аутстаффингом. И Аквалон, можно сказать, относится к этим компаниям. И существует мнение, что эти компании затыкают дыры вот вендорами, правильно я говорю? Вернее, ну, контрактниками, получается. На которых не особо хотят работать люди, пришедшие, ну, непосредственно в Microsoft. Вот что ты можешь сказать? Насколько интересны у тебя были проекты? В основном мои проекты довольно интересны. Во-первых, потому что они используют достаточно современные, практически новейшие технологии. И с каждым новым проектом я изучаю для себя что-то новое. Я изучаю новые степи технологий. Я узнаю для себя какие-то моменты, которые я до этого не знала. Да, и с каждым новым проектом я развиваюсь. Раз уж зашла речь о том, что ты изучаешь, у меня возникает таких два маленьких вопроса. Первое. Насколько много времени ты посвящаешь изучению вне работы чего-то? Достаточно много. Такого, чтобы конкретно какой-то язык программирования изучать, такого я не помню, что бы я делала. Обычно я изучаю новые запрограммирования, только если он нужен по работе. В основном, что я делаю вне работы, это решение задачки на алгоритмы, которые всегда будут в помощь, потому что рано или поздно приходится менять проекты. Это значит очередная серия интервью. К ним обязательно нужно готовиться по алгоритму и структурам данных. И поэтому это хорошо все время себя тренировать, решать подобные задачи. Еще есть очень много ресурсов, например, каналы в Телеграме, по которым можно... Вот это, кстати, мой второй вопрос про ресурсы. Где ты изучаешь, где ты берешь информацию? Да, вот каналы в Телеграме отличные. Я считаю, что это отличная возможность узнать что-то новое. Есть каналы, которые, например, раз, два, три раза в день выкладывают какие-то новости, которые происходят в мире IT. Либо есть какие-то каналы, которые ориентирены только на веб-новости в веб-разработке. Новости, например, по блокчейн, квантовым каким-то исчислениям и прочим. Да, с них можно очень много статей полезных узнать. А пользуешься ли ты, например, Курсерой, чем еще Линдой для изучения? Ну или, может быть, у тебя есть какие-то секретные ресурсы, которые не так распространены, но ты считаешь их очень полезными? Для курсов? Да, когда я готовлюсь к интервью, например, я слушаю курсы MIT, MIT OpenCourseWare. Это весело, потому что это видеокурсы, в которых ты сидишь как будто в аудитории MIT. И реальный преподаватель рассказывает какие-то новые алгоритмы, какие-то интересные решения. Использую еще сайты типа CodeForces, HackerRank. А, еще, как и, наверное, все, я читала Cracking the Coding интервью. Да. Но раз ты постоянно решаешь задачки на алгоритмы, наверное, на дизайн, да, может быть, у тебя вот есть какая-то задачка в голове, которую ты запомнила, и она тебе показалась интересной, и мы можем предложить моим подписчикам ее порешать тоже в комментариях, а ты, может быть, заглянешь туда и скажешь правильный ответ, напиши. Сейчас попробую вспомнить задачку с LeadCode. Это сайт тоже по подготовке к интервью. На LeadCode выкладывают топ интервью questions от ведущих IT-компаний. То есть эта задачка вполне реально может встретиться на интервью? Да. Например, найти максимальную последовательность, максимально непрерывную последовательность элементов в массиве чисел. Хорошо. Я думаю, что стоит попробовать найти решение и написать его в комментариях, а Ланда же заглянет туда и даст правильный ответ через парочку дней, когда у всех будет возможность. А какие технологии предпочтительны в Microsoft? Для back-end в Microsoft используется C-sharp. После всех трат, сколько остается процентов от твоей зарплаты? После всех трат квартира, одежда, еда.